Здравствуйте! Это третья часть ответов на часто задаваемые вопросы. Следующий вопрос у нас, как конвенциональная медицина относится к вашим методам? Методы, которые мы применяем, вообще широко используются в здравоохранении, хотя формально и не относятся к конвенциональной медицине. Мы пользуемся только методами естественного воздействия на тело человека, без использования лекарств. При этом, что в прошлом, даже относительно недалеком, официальная медицина широко использовала некоторые из этих методов, то сейчас они все практически перекочевали в так называемую альтернативную медицину или стали пограничными. Например, методы остеопатии. Поэтому вопрос этот, как конвенциональная медицина относится к нашим методам, сложен. Ответ будет зависеть от того, кого именно в конвенциональной медицине вы спросите. Если вы спросите тех, кто выхаживает больных, то есть заболевших тяжело после операции, после инсультов и прочих, то вы увидите энтузиазм и согласие, что эти методы очень полезны во многих ситуациях. Эти методы широко применяются в израильских больницах для реабилитации больных с различными заболеваниями и многого другого. Врач-терапевт может спокойно посоветовать пройти курсы глоукалывания или остеопатии, обратиться к гомеопату. Но, правда, имеется в виду не тот гомеопат, который дает сахарные шарики, а тот, который готовит препараты гомеопатическими методами или к травнику. Многие медицинские страховки покрывают хотя бы часть стоимости подобных процедур, а кое-что и целиком. Если же вы спросите врачей, привыкших иметь дело только с лекарствами, то они, скорее всего, скажут, что это все ерунда, работать не может по определению, только таблетки и ничего другого. Но объективная данность, в общем, это наличие целых отделений при больницах, а также множество частных клиник альтернативной медицины, где используют все эти методы и зачастую весьма успешно. Следующий вопрос у нас такой. Как вы относитесь к другим религиям? Этот вопрос время от времени возникает в разных контекстах. Например, будет ли эффективно лечение, если больной принадлежит к иной религии или конфессии? Ответ такой. Результат лечения никак не зависит от религии или конфессии больного. Причина проста. То, что мы делаем, не включает в себя никаких религиозных обрядов и основывается на естественных человеческих способностях, пусть даже и очень сильных, а также на знаниях и методах альтернативной медицины, широко использующихся во всем мире. Мы убеждены, что Всевышний сотворил всех людей по своему желанию и в соответствии с его волей, и они такими, какими он их задумал. Для себя мы считаем обязательным соблюдение заповедей иудаизма, но это никак не обязывает тех, кто приезжает к нам на лечение и никоим образом не ущемляет их право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Мы с уважением относимся к любой религии и к ее отсутствию. Естественно, мы ожидаем такой же терпимости и уважения от тех, кто хочет получить у нас помощь, как по отношению к нам, так и по отношению к другим людям, с которыми мы работаем. Следующий вопрос у нас тоже довольно интересный. Откуда вы берете энергию для целительства? Этот вопрос мне задают примерно раз в месяц, поэтому я решила, что надо на него ответить. То есть он, наверное, возникает чаще, но... В общем, ответ на этот вопрос, наверное, существует много, и каждый волен выбирать в соответствии со своим мировоззрением. Первый ответ — это свойство тела, которое как-то эту энергию вырабатывает. И при этом происходят вполне физические изменения в теле, которые могут быть измерены. Например, повышается температура тела целителя, падает давление, меняется пульс. Есть другие изменения, более долгосрочные. То есть если бы какие-то ученые захотели бы это изучать, то у них было бы с чего начать. Даже с обычным градусником, тонометром и так далее. И, собственно, и в СССР, и в США в времен Холодной войны эти явления активно изучали. Второй ответ — от Бога. Иудаизм считает, и это написано в Торе, что любое исцеление может быть только от Бога. И это правда, мы видим чудеса регулярно, не только у нас в центре. Когда человек достоин помощи Всевышнего, то Всевышний дает ему эту помощь, и люди выживают и выздоравливают в совершенно безнадежных ситуациях. Сами мы думаем, что это комбинация свойств и способностей тела и души целителя, которая дает возможность проводить энергию Всевышнего для исцеления других. Это накладывает на целителя множество ограничений в образе жизни и в питании, иначе связь со Всевышним не возникнет или она будет нехороша. Следующий вопрос. Даете ли вы гарантии? В то же время от времени приходят люди, которые довольно агрессивно задают этот вопрос. Так вот, для них такой ответ. Аутизм и другие поражения центральной нервной системы — это сложные заболевания, затрагивающие весь организм. Поэтому никаких гарантий здесь быть не может. Если кому-то нужны именно гарантии, ему следует обратиться к врачам конвенциональной медицины и потребовать гарантии у них. Честно говоря, было бы даже интересно узнать ответ. Мы довольно часто слышим от родителей, что врач, прописывая тяжелые нейролептики маленькому ребенку, обещал, что ребенок на этом лекарстве выправится в развитии, заговорит. А потом у ребенка наступало ухудшение, иногда даже тяжелое. И тот же врач удивленно разводил руками и говорил, ну что же вы хотели при таком диагнозе? Почему же у этого врача никто не требует гарантий? Мы пользуемся только натуральными методами, которые хотя бы не наносят вред, если уж смотреть на эту сторону вопроса. Еще мы заметили, что родители, требующие гарантии, не ищут помощи своему ребенку. Они ищут, на кого можно было бы переложить ответственность. Понятно, что мы в этом участвовать не будем. Родители, которые ищут именно помощи, имеют достаточной информации о том, что мы делаем и с какими результатами. У нас есть два сайта, есть множество видеоотчетов в YouTube и прочих местах. Они могут пообщаться с родителями, которые у нас были. Они могут решить, нужно ли им именно это, или они будут искать другие варианты. Следующий вопрос. Что вы думаете о духовной работе родителей над собой для помощи своему ребенку? Да, еще раз. Аутизм – это сложное заболевание. При наличии таких признаков всегда есть органические повреждения центральной нервной системы, а часто и в других органах, которые приводят к мозговым дисфункциям. Работа родителей над собой – это всегда хорошо. Это помогает по многим параметрам и направлениям. И иногда это даже приводит к очень хорошему улучшению у ребенка. Но, к сожалению, наличие органического поражения ставит свой порог для эффективности такой работы. То есть степень эффективности работы над собой будет всегда ограничена степенью органического поражения ЦНС. Это знают те родители детей с аутизмом, которые занимались работой над собой многие годы и могли оценить реальные результаты у своих детей, когда те уже достигли довольно большого возраста. Ну и последний вопрос на сегодня – есть ли у вас конкуренты? Это вопрос сложный. В целительстве не может быть настоящей конкуренции, потому что целительство – это предназначение. Во многих смыслах это подвижничество. Настоящих целителей крайне мало. Поэтому все люди, которые этим занимаются и достигают реальных результатов, были выбраны для этой задачи Всевышним, и каждый делает что-то в соответствии со своим предназначением. Кроме этого, спрос на исцеление в мире реально очень высок, и говорить о какой-то конкуренции, ну, как минимум, преждевременно. Тем не менее, мы знаем, что есть некоторые люди, которые видят конкурентов в нас. И есть несколько категорий таких людей. Есть те, которые выдают наши результаты за свои и делают на этом бизнес. Например, продают БАДы. Ну, не только это. Есть еще другие варианты. Я не буду называть никого по имени, но таких людей есть некоторое количество, и некоторые из них даже очень неплохо раскрутились. Эти люди вылечили своих детей с нашей помощью, и теперь они лгут другим родителям ради бизнеса. Некоторые из этих людей пытаются очернять нас, придумывая о нас всякую ложь, которую я не буду здесь опять же повторять. Эта ложь легко опровергается, во-первых, с помощью отчетов родителей, проходивших у нас лечение, во-вторых, с помощью информации, которую мы публикуем на наших сайтах, и, в-третьих, общением с родителями, которые действительно у нас были. Я подчеркиваю этот момент, потому что появились какие-то странные люди, которые у нас не были, которых мы не знаем, но которые рассказывают о нас какие-то чудесные небылицы, которые любой здравый человек даже не сможет принять за правду. Хотя кто знает. И некоторые из этих людей живут в Израиле, и при усилении их деструктивной деятельности у нас будет полная возможность обратиться в суд с иском о клевете, если мы сочтем это необходимым. Видимая причина этой деятельности – это их собственный бизнес и желание очернить нас как конкурентов. Мы не берем здесь в расчет возможность наличия душевного расстройства у этих людей. Мы не маленькие дети, и мы понимаем, что каждый человек, который делает что-то неординарное, будет иметь своих недоброжелателей, и относимся к этому философски. Кроме того, мы уверены, что люди, которым положена помощь от нас, к нам все равно попадут, ибо все в руках Всевышнего. На сегодня все. До свидания. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова